Здравствуйте, дорогие друзья! И гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Ру Флорида. Меня зовут Надежда Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, а точнее сказать город Орландо и его пригороды. Сегодня Юлия позволила мне сделать для вас тур по этому красивому, замечательному дому. Спасибо ей огромное! Но давайте вначале я расскажу про Эрию, где этот дом находится. Дом находится в пригороде Орландо. Это все еще считается частью Metropolitan Part of Orlando и относится к той же самой каунти, Orange County. Город называется Виндермир. Это очень фешенебельный пригород, очень фешенебельный район Центральной Флориды. Здесь он знаменит тем, что здесь существует сеть или чейн, как назвать, сеть озер, которые соединены между собой каналами. Это очень большая сеть, Lake Butler Chain of Lakes. Цепь, да, извините. С подсказками, да, сразу не сообразить. Также этот район знаменит своими хорошими, с хорошими оценками государственными школами. Здесь все школы отличные, и elementary, и middle, и high school. И также здесь находится одна из самых известных коммерческих школ, не дешевая, но она достаточно известная, которая называется Виндермир Препаттори Скул. Чем известна эта школа? Это единственная школа, которая мне известна, по крайней мере, в Центральной Флориде, которая является Бординг Скул. То есть это международная школа, куда посылают родители детей из других стран, и здесь есть кампус, где дети живут и учатся, и так далее. То есть это Бординг Скул. Сейчас я бы хотела вам показать этот прекрасный дом, который построен в стиле испанском, средиземноморском, я бы так сказала. Может быть, Тоскана кто-то это назовет, этот стиль. Это реально очень-очень красивый дом внутри. Я просто не могла не поделиться с вами показом этого замечательного проекта. Приходи, пожалуйста, Юля. С обходом мы заходим в такой передольчик, который нас ведет в столовую комнату. Там мы прошли немножко, можно сразу показать. Это не файл, это офис. Ух ты, можно писать что-то, да? Угу. Так, здесь я, честно говоря, не знаю предназначение этого закрутка, но здесь, скорее всего, можно даже поставить полочки, где нужно хранить файлы, чтобы хранить. Стиральная-сушильная машина, постирочная комната. Все такое светленькое. Та-дам! О, второй свет, это классно. А, здесь есть бассейн. А-а-а, есть бассейн. А то мы его не увидели сначала. Он такой запрятанный. Так, хорошо, давайте начнем. Я думаю, что, может быть, я сначала расскажу по параметрам дома. Погад, зачем ты прячешься? Да, дам немного информации о доме. Дом, цена дома 749 тысяч. Честно говоря, завышена цена. Я уже проверяла, делала анализ рынка, цена завышена. Но это уже другой вопрос. Здесь можно торговаться, я уверена. Дом был построен в 2014 году. Налог на дом 8600 годовой налог. Ну, приемлемо. Размер дома 3290 квадратных фут. Это будет приблизительно 330 квадратных метров. Гараж на три машины. Гараж на три машины. Что еще нам может быть интересно? Какая информация? Я думаю, ЭЧОЕ. ЭЧОЕ здесь в районе 100 долларов. Сейчас, секундочку, я... Недорого? Убежусь. Да, за квартал 320 долларов. То есть разделить на три. Да, сто с небольшим. Сто с небольшим долларов. Это неплохо, на самом деле. Но комьюнити не гейтовые. Комьюнити не гейтят, да. Ну, из-за этого... Было бы гейтят, а на самом деле тогда бы ЭЧОЕ. Еще плюс сто. Даже, возможно, больше. Наверное, 300 было бы только в месяц. Вот, ну, на самом деле, Виндремир особо гейтс, и как бы так они особо не нужны. Это очень безопасный район. Очень безопасный. Вот, и на самом деле, по каким-то законодательствам этого города здесь, в основном, запрещены комьюнити гейтед. Есть только несколько комьюнити, где есть гейтс. А почему? Это старый комьюнити. Ну, это просто каунти так решила. Решила, что так и все. Да, города, да. То есть здесь есть несколько комьюнити, например, Кинспойнт и Айлгорс, где есть ворота. Но это более старый комьюнити. Новый комьюнити строится уже не гейтед. Я узнавала, мне сказали, что это решение города. Наверное, полиция здесь чаще патрулирует. Ну, я тоже так думаю. Полиция. На самом деле, да, безопасный район. Наверное, гейтс. На самом деле, кому нужно перелезть через гейтс, они перелезут в любом районе. Тоже верно, да. А из чего он построен, этот дом? Этот дом построен из, здесь написано, блок, стака и гудфрейм. То есть обычно ставится в таких домах, первый этаж, это блочный этаж, и второй этаж, это гудфрейм, и уже отделывается стаком. Да, хорошо. Крыша здесь черепичная, по-моему, да? Крыша черепичная, да. Крыша черепичная. Ну, давайте посмотрим, если будут еще какие-то вопросы в процессе просмотра дома, я буду рада ответить на них. Да, также пишите. Да, здесь второй свет, очень красиво. Посмотрите, какой большой потолок. Огромный. Так, вот сейчас вот так еще покажу. Вот второй свет, и второй этаж видно. Как эта area называется? Это living room? Это family room. Family room, да? Да, семейная, гостиная. Вот эта гостиная называется family room. Хорошо. Мне нравится, что такой дом светлый, и здесь вот тоже на втором этаже есть окна. Здесь очень много стекла, окон, и двери вот такие огромные. Посмотрите, я их открыла, раздвинула, и прямо... Да, вот это тоже удобно. Мне нравится, что можно так открыть, и, в принципе, все устраиваешь. Патти, вечеринку. Ну, раз уж мы сюда пришли, давайте расскажем, что-то у нас есть. Да, бассейн красивый, действительно. Плиточка такая, шикарная. Вот здесь фондю готовят, да? Как фаер? Это называется фаерпит, но как по-русски, честно говоря. Это как камин, наверное, outdoor fireplace. Когда вокруг сидят, там костер, ты готовишь... Да, можно жарить, скорее всего. Маршмеллоу, я не знаю. Но это, да, это... Для уюта такая штука. Камин, да, для уюта. Так, тут я вижу, есть спа, да? Наверное, он подогревается. Спа, да, все подогревается. Честно говоря, на данный момент у меня нет информации. Я думаю, наверняка. Да, спа подогревается. Более такого. Вот, посмотрите, черепичная крыша. Таких дома. Второй этаж. Мне нравится, что здесь много зелени достаточно. И так она создает уют. То есть все ограждено зеленью. Здесь, в принципе, даже у входа ландскейпинг, как-то... Не знаю. Дизайн, да. Здесь дизайн, да, очень красивый, такой тропический. То есть, в принципе, подходит под экстерьер дома. Очень много зелени и хорошая приватность, да. То есть соседей не видно. А еще знаете, что мне нравится? Что здесь нет лишней растительности, за которой надо ухаживать. То есть вот это, в принципе, весь бэк-ярд. То есть тебе тут, грубо говоря, нужно только подметать. А вот здесь это, скорее всего, это, Надя, общая территория. То есть кто стрижет эту траву? Здесь будет проходить, если вы посмотрите по карте, будет проходить линия там, где, может быть, попозже посмотрим кондиционеры. Вот эта линия будет до того забора, видите? Наша, да. Да, это будет часть вашей, но здесь... Ну, совсем мало. Совсем, да, мало. Просто пройтись. Какая красивая плитка. Да. Классно. Здесь у нас находится тёпня со строенным бордиками. Холодильничек. Так, холодильничек. Всякое разное для утвари. Здесь какая-то плита. Да, здесь клеточки можно. Даже новое. Это же всё новое, на самом деле. Да, да. Вы знаете, я единственное, что не сказала, по-моему, что дом был построен в 2014 году. В 2014, да. В 2014. Но, как вы заметили, здесь нет запаха, как будто кто-то жил. У меня такое впечатление, что это был vacation house такой, что люди здесь не жили, они просто приезжали, может быть, с Англии или ещё откуда-то. Да, да, да. То есть жили сами, не сдавали. Потому что если бы они сдавали, дом не был бы в таком. Не чувствуется, что здесь сдавалось что-то. Я проверяла, все шкафчики чистые, вот как будто только его построили этот дом. Я даже удивилась, что год постройки 2014-го. А когда было на маркете это было? 150 дней. Но я думаю, что я знаю причину, потому что я сразу сказала, что это оверфрайз, да, переоценила. То есть так у него где-то цена может быть около 700, но не больше, да? Я бы даже меньше, скажу. Даже меньше, да? Можно торговать. Можно, нужно торговаться. Да. Нужно торговаться. Хорошо. Так, столешница здесь, всё, такое, гранитная, камень. Гранитная столешница. В том углу находится зона отдыха. Давайте в зону отдыха ещё пройдём, посмотрим. Так. Хорошо. Под навесом посидеть с друзьями. Классно. Давайте пройдём внутрь. Мне очень нравится второй свет. Вообще, моя мечта. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть. И вот такой остров мне нравится тоже. Да, похоже, что это кварц. Да, наверное, да. Как наливной камень, да? Или как? Ну, опять мы... Это камень, да. Житкий камень. Я не особо... Опять эксперты каменщики. Я не особо эксперт по камням. Ну, да, это какой... Ну, это квас. Значит, ну, там критики. Да чтобы вы понимали, что это житкий камня. Ну, в общем, классно. Двойная раковина очень удобная. Здесь посудовоечка. Смотрите, всё... Всё новое. Как будто этой кухни я даже никогда не пользуюсь. Да, да, да. Реально, точно. Приезжали люди, да, на пару месяцев? Скорее всего, да. Скорее всего, приезжали. Здесь плита. Всё как новое. Надо же. То ли такие аккуратные люди жили. Ну, вызывали клиник. Собочек для окон. Смотри, всё идеально. Даже, мне кажется, не мыли. Вот оно вот, всё как есть. Плёночку сняли, да? Ага. Что там в холодильнике? Ничего. Всё работает, кстати. Всё работает. Лёд. Даже лёд есть. Да, да, да. Лёж можно набирать. Воду холодную. Так, что у нас дальше? Так, здесь у нас последняя, получается, комната. Здесь гараж, посмотрите. А, это вход в гараж. Посмотрите, гараж на три машины. Сейчас включите. То есть, получается, можно одну машину задвинуть. Сюда или сюда. Может быть, та, которая там, на которой не так часто ездит. И теоретически. Здесь, обычно, две машины гараж. Баскетбольное кольцо входит в стоимость. Семьсот сорок тысяч. Я уверена, что они будут рады этого ставить. Да, да, да. Баки тоже, да? В общем, какая-то небольшая утварь у них есть здесь. А что это такое? Это, наверное, тоже небольшая такая кладовочка, да? Кладовка или кладовка. Тоже, да. А, знаете, что это водонагреватель. Краска здесь. Водонагреватель. А, окей. Да, котел. Хорошо. А вот эта вся композиция в плане люстр тоже входит же, да? Да, да. Люстр всегда входит. Все, что здесь есть, это все входит. В листинге, например, бывает, что хозяин хочет взять с собой очень-очень какую-то там дорогую ему люстру, которая досталась от прабабушки. Это все указывается. А так это входит обязательно в цену дома. Люстры и бытовая техника. Вот эта вот композиция. Да, что это такое? Это еще какой-то историк. Скелет в скамье. Неожиданно скелет в скамье. Как у воротенка. Наши скелет. Это называется место, называется бреклоснук по-английски. Это место, где вы можете делать завтрак, столик поставить. Это место для завтрака. Да, да, да. Здесь так и было. Да, конечно. Неожиданно. Неожиданно. И здесь последняя комната на первом этаже. Это ванная комната, в которой есть выход к бассейну, что очень удобно. Вот, опять же. Да. И вот такая, можно поплавать, сразу же сколоснуться и не бежать через весь дом. Очень удобно, очень удобно. Вот тут, в общем, здесь туалет. Получается, можно с бассейна, да, сразу попасть в туалет. И далее домой. Здесь входы и ручки. Давайте, у нас перейдем второй этаж. А, нет, забыл. Здесь еще есть очень одна такая, такая, хорошая форма, очень хорошая форма, это мастер. Мастер-бэдром, да. Очень удобно, когда мастер-бэдром на первом этаже. Честно говоря, это, в принципе, хорошо для будущей перепродажи, потому что появляется возможность продать людям постарше, которые не могут бегать на второй этаж. Да. Мастер-бэдром очень ценится в дома. На первом этаже. На первом этаже, именно, да. Я тоже считаю, что удобно. И так, в принципе, на второй этаж детей закинула, ты их не слышишь. Да, 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 это очень удобно, хотя бы, чтобы мастер-бэдром был на первом этаже двухэтажном. Смотрите, какое интересное решение потолка. Я первый раз такое вижу. Да. Пусть не поленились, да? Да, 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 что-то такое наворотили. Так, мастер-комнат. Да, кстати, Юлечка, если ты здесь снимешь, посмотри, тоже из мастер-бэдрома нужно открыть двери и выход в бассейн. Обычно так и бывает, да, из мастер-бэдрома чаще всего. Конечно, если есть бассейн и мастер-бэдром на первом этаже, скорее всего это будет выход в бассейн тоже. Еще раз напоминаю, мастер-бэдром, мы говорим о хозяйской спальне. А здесь хозяйский туалет, да, ванная комната. Ванная комната и только туалет. Горьер сразу, да. Да, да, да. Так что у нас здесь, здесь, да, хранить всякие вещи. Полотенце, видимо. Дальше, здесь две, вот одна раковина и сейчас покажу вторую. Так, это джакузи, скорее всего нет, ну или просто ванна, не важно. И вот вторая вот раковина. Кабинка душевая, то бишь. Так, и шоу, какой гардероб классный. Я хочу такой. Смотрите, здесь полочки-то не как обычно, а такие под заказ. Под заказ, конечно. Точно не из... Для трусов и носков. Все удобно. Классно. Причем для детям. Такая, знаете, мини-комната. Да, дизайн очень хорошо они сделали, потому что они заняли каждый угол этой комнаты. Да, очень даже уютненько. Даже без мебели все смотрится очень уютно. Обычно без мебели более так смотрится, как там. Еще и эру не бывает без мебели, да? Да, да. Ну тут вот они и шторы оставляют, и все. Красивые люстры. Я думаю, что скелеты тоже оставлю. Да, скорее всего. Скелет вам тоже будет в подарок. Так, что тут у нас? А как вот эта зона называется? А здесь обычно кофеварка стоит, да? Да, или чтобы здесь ставят компьютер и чеки разбирают. Знаете, на самом деле, чаще всего используют эту зону, когда вы заходите в дверь, да? Вы просто вот как я ее сейчас использую. Да, как я ее сейчас использую. Я просто поставила сумочку. На самом деле, удобно. Вложила очки ключ и так далее. Очень удобно. Потому что я думаю, что для кофеварки это будет больше, посмотрите, там несколько раз. А, да, очень-очень много места, вот, например. Конечно, если кто-то захочет туда кофе-класса, то у нас больше ключей для сумочек. Чеки разобрать, да? Всякие, что там пришло на почту. Уже есть стоимость такой. Это удобно. Вот, я думаю, что мы с первого этажа вам покручили. Да. Спасибо, что мы с ней. Смотреть его, пока гардеробная приходим. Гардеробная. И можно повесить шубу. Ваденьки поставить. Ваденьки поставить, да? Хорошая гардеробная. Самки, опять же. Да-да-да. Кстати, хорошая вещь. Очень удобно. Все продумано. Молодцы. Поднимайтесь, девочки, на второй этаж. Очень красивая лестница. Лестница, да, красивая. Мне нравится. Такое сочетание светлого с темным. Опять-таки много света на лестнице. Движка полкова. Люстра красивая. Второй свет. Все такое натуральное дерево. Это все, ну, что-то вроде кованого. Такое что-то железо настоящее. Красиво. О, что это такое? А, зеркало такое. Так, проходим. Так, тут уже детские гостевые спальни. Да-да-да. Потолки-то везде какие, да, интересные? Да, потолки красивые. Это бонусная комната. Чаще всего из нее делают вторую гостиную. Чаще всего это для детей. Вешают телевизор, такая, честно говоря. Тоже как игровая. Да, это может быть игровая. Да, кто-то может поставить бельярный стол. Да-да-да. Ага. Так, эта комната у нас что? И также, да, на этом этаже еще три спальни. О, это была... Эти две спальни соединены одной ванной. Была детская, точно. Судя по цвету. Не знаю, для мальчика или для девочки. Но точно детская. Так, прикольно. Так, в общем, здесь одна раковина. Туалет. Общий получается ванная. И раковины, они для каждой комнаты отдельные. О, и еще одна раковина. Это, кстати, очень удобно. Классно, очень удобно, да. Вот, например, для девочки. Это для девочек, точно. Потому что там было для мальчиков. И гардеробную сейчас покажем. Вот такая гардеробная. Девочки. Замечательно. Так, проходим дальше. Это третья спальня, да? Да. Да, это гостевая спальня. А здесь три спальни? Наверху три спальни. И внизу. Три спальни. Так, а это, например, для старшего ребенка. Например. У нас для девушек любимой. Да. Так, а здесь что? Такого что? Так, полочки. Здесь у нас что? Здесь ванная. Все. Туалет, унитаз. Унитаз, туалет, я бы сказала. То есть, получается, три спальни на втором этаже, одна на первом. Четыре спальни. Всего, значит, получается четыре спальни. А сколько ванных? Четыре и четыре. Написано. А мы не нашли четыре. Половинок нет, да? Подождите. Давайте посчитаем. Да, да, да. Здесь одна. Здесь одна. Здесь вторая. Третья. А, и четвертая, которая у Василия. Да, точно. Мы забыли совсем. Четыре и четыре. Очень удобно. У каждого свой угол и туалет. Очень удобно. Да. Если Вам интересно знать, я проверила, сколько здесь аренда. Например, если Вы покупаете, но пока жить не готовы, я посмотрела аренда в районе четыре с половиной тысячи. Это то, что сдавалось недавно. Нормально. Ну, это на долгий срок только. Да, да, да. На долгий срок, да. Я думаю, здесь в этом комьюнити просто нельзя на короткий срок. В Миро вообще, в Воронч Каунте вообще нельзя короткий. Вообще нельзя. Да. Ну, это тоже как бы для безопасности, для спокойствия, конечно. Ну, я не знаю, что еще. Я, может быть, что-то забыла уточнить. Вы всегда можете спросить в дополнительных вопросах под видео. Да. Есть ли у Вас, девочки, вопросы? Если кого-то очень заинтересует этот дом, уже может обратиться напрямую к Наде и узнать полностью все. Теперь через Юлю, да. Да, да. А вот я тут еще рассчитала быстренько, я хотела бы сказать по поводу кредита. Если брать кредит на этот дом, я взяла как бы в среднем 10%, например, да, можно, может быть, подойти под 5%, по 20%, это уже под каждый случай. Но я взяла в среднем как бы 10%. Значит... Это даунпеймент средний? Да, 10% даунпеймент. Даунпеймент. Извините. Как это по-русски? Первоначальный взнос. Первоначальный взнос, да. И если учитывая, что сейчас interest rate, годовая ставка 2,5, например, ну там опять-таки... Ой, вообще какая, да, маленькая. Под ситуацию, да. Потому что 2,70 есть, но это уже под ситуацию каждого индивидуального... Да, да, да. Да. Это, конечно же, сразу скажем, не для туристов такая ставка. Нет, нет, это если брать местный кредит, то в месяц у вас будет получаться приблизительно 2,5 тысячи payment. Вот. Выгода такая. Тоже, чем взять в аренду этот же дом. Дешевле. Так почти в 2 раза. Но тут правда налог. Единственное, что кто-то в прошлом видео сделал комментарий, то, что мы называем как бы ежемесячные выплаты по кредиту, но мы забыли еще сюда приплюсовать налог и страховку и так далее. Нет, это уже входит в кредит, потому что ваш лендер, тот, кто дает банк, да, кто дает кредит, они каждый месяц вот в эту сумму, которая, например, 2,5 тысячи уже включена, включается ежемесячный платеж за землю и за страховку, и это откладывается у вас на специальном счете, вот именно вот эти две суммы, и в конце года за вас лендер это платит, то есть не вы. То есть вы это платите ему в течение года, а потом они берут эти суммы и выплачивают вашу страховку и ваш налог. Все, что будет дополнительно ежемесячно, это будет HOA, который я сказала, 105, да, и ваши коммунальные платежи, электричество, вода. А сколько здесь конъекционеров, интересно? Наверное, как минимум 2. Здесь должно быть как минимум 2, но я не думаю, что здесь больше. Обычно на такой дом сколько будет уходить электроэнергии в месяц приблизительно? Около 300. Знаете, честно говоря, это кто как использует, потому что кто-то любит держать кондиционер, например, двери открыты, как сейчас у нас, да, и кондиционер держать на 70 градусов по Фаренгейту, а кому-то мне, например, я не люблю холод, для меня и 82 градуса, но дома в этих годах уже были построены с хорошими окнами, то есть как бы... с хорошими кондиционерами, да, и с хорошими кондиционерами, то есть потому что этот дом не старый, причины какого-то... длинный, что тоже, я думаю, сохраняет больше тепла. Да, ну второй этаж здесь, видите, здесь wood frame, но дело в том, что... о чем я хотела сказать, о том, что в принципе, как бы здесь действительно хорошие двери, окна и так далее, и ваш счет за кондиционер не будет зависеть от того, что воздух куда-то уходит, да, это будет чисто зависеть от того, как вы... От вас. Да, ну примерно, если я думаю, все-таки 300 где-то. Я думаю, будет около 300, если даже включая бассейн, вот этот фильтрацию и так далее. А вода? Сколько стоит отдельно, может стоить? Вода... Ну, будет тоже около 100. Обычно счет на воду где-то в районе 50, ой, извините, 80, но если это с бассейном... На самом деле, если бассейн уже заполнен, и вы его постоянно не опустошаете, это... Он просто фильтруется. Он просто фильтруется, да, то есть туда воды очень много не уходит, только иногда, может быть, добавить немного, то есть это будет, скорее всего, 100 долларов. В общем-то, приемлемо, если у вас есть стабильный доход. Хороший стабильный доход. Не, ну а что такое, если брать кредит, да, 2500, ну это же в принципе... Или снять такой же дом за 4500. Да, это вот такая разница большая. Все-таки. Так, а ну, тем не менее, на втором этаже... Знаете, что хотела сказать? Что на втором этаже здесь ковролин, а на первом этаже плитка везде. Что, в принципе, неплохо. Так как второй этаж меньше загрязняется, и здесь дети в основном, да, для детей все, можно, в принципе, и с ковролином идти на втором этаже. Я бы не сказала, что для детей там меньше загрязняется. Дома хорошая энергетика, все новенькое, но вот посмотрите, здесь жила злая маленькая чевава. Смотрите, вот все как новенькое. Ну вот какая-то маленькая козявка вот так вот все грызла. За это как минимум нужно 1100 снять, диска вам сделать за такое вот. Посмотрите, а! Покажем, что у нас находится по бокам дома. По бокам дома у нас находятся различные счетчики. Например, электрический счетчик и что-то там еще. Различные розетки. Вот, в общем-то, и все. Это уже соседский дом, соседский счетчик, соседская машина. Так, что мы видим с другой стороны? Там, за кустами, фильтр от бассейна. Вот, в принципе, и все. Это уже тоже соседский дом. Мы вам также хотели показать клабхаус. В этом комьюнити находится клабхаус. И есть еще один бассейн комьюнити, свиминг-пул. Даже не ожидала, потому что печелы недорогие. Да, я не видела этого как бы места еще сама. Поэтому, вы знаете, нам сюда, скорее всего, не попасть. Потому что здесь магнитные карты, как вы видите. Тем не менее, что-то мы вам можем показать. Вот так выглядит бассейн общий. У кого нет своего у дома, потому что здесь не у всех свои бассейны. Кому-то не надо, кому-то общий подходит. Опять-таки, в комьюнити, посмотрите, какой красивый ландшафт. Буквально везде, да? Да, зелени много, мне так нравится. Все такое тропическое. Пальмы. Газончик везде такой зеленый, постриженный. А вот там я вижу, смотрите, озеро. Какое-то маленькое озеро. Ну, маленькое, да, типа пруда. Все равно. Ну, как я говорила, в Виндермире есть вот эта сеть озер, цепь озер. И есть даже вход для публики вот этим озерам. Кое-где, может, там и полные концы свои привезти, покататься. Даже порыбачить помогут. Порыбачить можно, да. То есть это есть. Но вот этот пруд, я не думаю, является одним из тех озер. Здесь детская площадка. Да, очень замечательно. По газону на каблуках. Ну, давайте покажем вам с этой стороны еще. Вот, смотрите, сейчас никого нет. Хотя, в принципе, все публичные бассейны уже открыты после карантина. Открыты. Вы знаете, просто сейчас время дня, час дня. Да. Народ на работе. Дети в школе. Да. Сегодня пятница. Посмотрите. Многие знаете, что сейчас опять будут говорить? Где все люди? Я это слышала. Но я хочу сказать, чтобы позволить себе такой дом, нужно работать, а не отдыхать в бассейне в течение дня в пятницу. И возникает вопрос, а когда наслаждаться этой красотой? В выходные. В выходные. Я думаю, здесь все-таки кто-то есть. Ну, или по вечерам, да, возможно. Ну, действительно, сейчас люди, кто работает, они в офисах, дети в школах. Сейчас еще школа не закончилась в час дня, обычно заканчиваются в 3, 3.30, 3.40. А люди еще взрослые, конечно же, еще на работе. Хотя, смотрите, много кто дома. В принципе, машин много. Ну, все по домам сидят. Сейчас все жарко гулять. Потому что я знаю, что в этом комьюнити, когда приезжала вечером сюда, очень много людей занимаются спортом. Пробежка с собаками и так далее. То есть сейчас, в принципе, в это время дня достаточно жарко. Я бы не смогла пробежку. Но чувствуется, что все-таки стало немножечко посвежее, да? Я заметила, что ночами стало посвежее, но вот сейчас как-то еще жарковато. Ну, скоро будет самый такой сезон, да, бархатный у нас. Так что всех ждем. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы посмотрели это видео. Я понимаю, что это не был таким бюджетным вариантом. Я знаю, я прочитала ваши комментарии в последнем видео. И многие спрашивали, чтобы мы показали более бюджетные варианты. Я вам обещаю, на следующей неделе у меня уже есть план. Мы вам покажем замечательный дом новой конструкции от Билдера. И это будет очень хорошая цена в этом доме и очень хороший бюджетный экономный вариант. А на сегодняшний день мы с вами попрощаемся. Если у вас есть любые вопросы по Эрии, по школам, по комьюнити, другим комьюнити в этой Эрии или в других, в любом пригороде Орландо, пожалуйста, обращайтесь к Юлии. Она вас пошлет ко мне, и мы ответим на любой ваш вопрос. Всего хорошего. До свидания. Пока. Мы вам тоже. Ты что ж ты б... Да, правда. Остановила, да? Также здесь находится одна из самых известных... Также этот район знаменит своими... Это в конце вставил. Что мне сейчас говорить? Выключай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!